Сэй Сёнагон То, что докучает Гость, который без конца разлагольствует, когда тебе некогда. Если с ним можно считаться, спровадишь его без долгих церемоний. После, после. Но какая же берёт досада, если гость человек значительный, И прервать его неловко. Растираешь палочку туши, и вдруг видишь, к тушечнице прилип волосок. Или в тушь попал камушек, и царапает слух пронзительным скрип, скрип. Кто-то внезапно заболел. Посылаешь слугу с наказом, скорее привести заклинателя, От того, как нарочно дома нет. Ищут повсюду, ждёшь, не находя себе места. Как долго тянется время? Наконец, о радость! Явился, но он, должно быть, лишь недавно усмирял демонов. Садится усталый, и начинает сонным голосом бормотать заклинание себе под нос. Большая досада. Человек, не блещущий умом, болтает обо всём на свете с глупой ухмылкой на лице. А иной гость всё время вертит руки над горящей жаровней, трёт и разминает, поджаривая ладони на огне. Кто когда видел, чтобы молодые люди позволяли себе подобную вольность? И только какой-нибудь старик способен небрежно положить ногу на край жаровни, да ещё и растирать её во время разговора. Такой бесцеремонный гость, явившись к вам с визитом, первым делом взмахами веера сметает во все стороны пыль с того места, куда намерен сесть. Он не держится спокойно, руки и ноги у него всё время в движении. Он заправляет под колени переднюю полу своей охотничьей одежды, вместо того, чтобы раскинуть её перед собой. Вы думаете, что столь неблаговоспитанно ведут себя только люди низкого разбора? О ком и говорить-то не стоит. Ошибаетесь, и чиновные господа не лучше. К примеру, так вёл себя третий секретарь императорской канцелярии. А иной упьётся рисовой водки и шумит вовсю, обтирая неверной рукой рот и поглаживая бородёнку, если она у него имеется. Сует чарку соседу в руки. До чего же противное зрелище. «Пей!» — орёт он, подзадоривая других. «Посмотришь!» — дрожит всем телом, голова качается, нижняя губа отвисла. А потом ещё и затянет ребячью песенку «В губернскую управу я пошёл». И так ведут себя, случалось мне видеть, люди из самого хорошего круга. Скверно становятся на душе. Завидовать другим, жаловаться на свою участь, приставать с расспросами по любому пустяку. А если человек не пойдёт на откровенность и злобы очернить его, краем уха услышать любопытную новость и потом рассказывать направо и налево с таким видом, будто посвящён во все подробности. Как это мерзко! Ребёнок раскричался как раз тогда, когда ты хочешь к чему-то прислушаться. Вороны собрались с таей и носятся взад и вперёд с оглушительным карканьем. Собака увидела кого-то, кто потихоньку пробирался к тебе и громко лает на него. Убить бы эту собаку! Спрячешь с большим риском кого-нибудь там, где быть ему не дозволено, а он уснул и храпит. Или вот ещё, принимаешь тайком возлюбленного, а он явился в высокой шапке. Хотел пробраться незамеченным и вдруг шапка за что-то зацепилась и громко шуршит. Мужчина рывком перебрасывает себе через голову висящую у входа плетённую штору. И она отчаянно шелестит. Если это тяжёлая штора из бамбуковых палочек, то ещё хуже. Нижний край её упадёт на пол с громким стуком. А ведь, кажется, нетрудное дело поднять штору беззвучно. Зачем силой толкать скользящую дверь? Ведь она сдвинется бесшумно. Стоит только чуть-чуть её приподнять. Даже лёгкие сёдзи издадут громкий скрип, если их не умело толкать и дёргать. Да чего же неприятно? Тебя клонят в сон. Ты легла и уже засыпаешь, как вдруг. Тонким-тонким голосом жалобно запевает москит. Он кружит над самым твоим лицом и даже такой маленький умудряется навевать ветерок своими крылышками. Изведёт в конец. Скрипучая повозка невыносимо раздирает уши. Если едешь в чужом экипаже, то даже владелец его становится тебе противен. Рассказываешь старинную повесть. Вдруг кто-то подхватил нить твоего рассказа и продолжает сам. Несносный человек. И вообще не сносен каждый, будь то взрослый или ребёнок, кто прерывает тебя и вмешивается в разговор. К тебе случайно забежали дети. Приласкаешь их, подаришь какие-нибудь безделушки. И уж теперь от них отбою нет, то и дело врываются к тебе, ватают и разбрасывают всё, что им попадётся на глаза. В дом или во дворец, где ты служишь, явился неприятный для тебя посетитель. Прикинешься спящий, но не тут-то было. Твои служанки будят тебя, трясут и расталкивают с укоризненным видом. Как, мол, несовестно быть такой Соней, а ты себя не помнишь от досады. Придворная дама служит без году неделя, а туда же берётся всех получать с многоопытным видом и непрошенная навязывает свою помощь. Терпеть не могу таких особ. Человек, близкий твоему сердцу, вдруг начинает хвалить до небес свою прежнюю возлюбленную. Не особенно это приятно, даже если речь идёт о далёком прошлом. Но, предположим, он лишь недавно расстался с нею. Тут уж тебя заденет за живое. Правда, нет худа без добра. В этом случае легче судить, что к чему. Гость чихнул и бормочет заклинание. Нехорошо. Только разве один хозяин дома может позволить себе такую вольность? Блохи, препротивные существа, скачут под платьем так, что, кажется, оно ходит ходуном. Когда собаки где-то вдалеке хором поднимают протяженный вой, просто жуть берёт, до чего неприятное чувство. Кто-то открыл дверь и вышел, а закрыть за собой и не подумал. Какая докука! то, что заставляет сердце сильнее биться. Как взволновано твое сердце, когда случается кормить воробьиных птенчиков, ехать в экипаже мимо играющих детей, лежать одной в покоях, где курились чудесные благовония, заметить, что драгоценное зеркало уже слегка потускнело, слышать, как некий вельможа, остановив свой экипаж у твоих ворот, велит слугам что-то спросить у тебя, помыв волосы и набелившись, надеть платье, пропитанное ароматами. Даже если никто тебя не увидит, чувствуешь себя счастливой. Ночью, когда ждешь своего возлюбленного, каждый легкий звук заставляет тебя вздрагивать, шелест дождя или шорох ветра.